Чей кошелек или как реагировать на неожиданную находку? Вы смотрите программу «Социальный эксперимент» в этом выпуске. Ой, спасибо, спасибо вам вообще. Пожалуйста. Извините, женщина, скажите, вы не утеряли кошелек? Нет. Я ушла. Вы ничего не обронили? Ой, простите, а это не ваш кошелек? Нет. Героиня нашей передачи Мелисса, здравствуй. Здравствуйте. Твоя задача – окликать людей в поисках того, кто якобы потерял кошелек. Как думаешь, каких реакций будет больше? Я думаю, реакции будут самые разные, но я думаю, люди не будут против забрать кошелек и вытащить его. Ну, давай проверим. Хорошо. Извините, извините, это ваш кошелек? Я его нашла просто. А-а-а, мне опять еще один. Теория выбора Вильяма Глассера основана на том, что человек делает выбор, дабы удовлетворить одну из пяти основных потребностей. Это безопасность, любовь, самореализация, свобода и развлечение. К примеру, кражи становятся способом развлечения для клептоманов. Извините, женщина, скажите, вы не утеряли кошелек? Нет? 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 Не ваш? Нет. Хорошо. Клиптомания – это импульсивное, непреодолимое желание совершить кражу, при которой больше интересует не предмет, а сам процесс. Подбирать или нет, если один человек прошел мимо ценной находки, возможно, мне следует поступить так же. Такое поведение называется стадным чувством. Решения принимаются, исходя из страха, выделиться и навлечь на себя осуждение. Ой, извините, извините, это мой. Да, спасибо, спасибо. Обычные воришки или карманники ловко используют психологические приемы. Одной ловкости рук мало, а потому необходимо перегрузить восприятие жертвы. Лосу права. К примеру, отвлекая ее внимание другими действиями. Ой, спасибо большое. Это ваш кошелек, нет? Одна из хитростей воров – ошиваться у объявлений, предупреждающих об опасности краж. Когда человек читает одно из таких, он зачастую рефлекторно ощупывает ценности в карманах. Благодаря чему злоумышленники могут легко определить, где именно они находятся. Ой, спасибо. Иногда обстоятельства благоприятствуют хищением. К примеру, если ценная вещь остается без присмотра. Это способно повлиять на формирование у неустойчивых людей преступной установки. Девушка, вы ничего не обронили? Личность вора зачастую деформирована его устойчивым включением в криминальную среду, ошибками семейного воспитания и хроническим неудовлетворением насущных потребностей. Так он же пустой. Ну что, самое время подводить итоги эксперимента. Как все прошло? Прошло все очень хорошо. Я ожидала разной реакции. Мы перепробовали много вариантов, но то, что я увидела, просто опровергло меня в шок. Потому что все, когда подходили, все отдавали кошелек, просто все с совестью люди. Мне это очень приятно, что у нас такие люди живут. Кто тебя больше всех покорил? Покорил. Ко мне подходил полицейский. Я обронила кошелек, и он мне сказал, девушка, вы ничего не забыли? Я такая отдам, конечно, извините. Спасибо, что вернули кошелек, даже полицейский. У нас все хорошо с этим. А вот как все обстоит с точки зрения психологии. Самый важный момент – это то, как человек принимает решение, да, вот как он выбирает и на основании чего поступать тем или иным образом. Потому что, с одной стороны, наверняка есть соблазн присвоить каких-то бесплатных денег себе, да, и получить с этого прибыль. С другой стороны, человек может выбирать между тем, чтобы стыдиться, испытывать чувство вины, думать про себя, потому что он плохой человек. Либо оценивая ситуацию, что это невозможно будет сделать втихую и остаться незамеченным. Выбирает все-таки не иметь этих проблем. Либо, и я по какой-то причине говорю это в последнюю очередь, просто это очень моральные и честные люди. И нам повезло, что в этом эксперименте участвовало такое количество хороших людей.